Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые оказывают самое прямое влияние на динамику финансовых активов. Сегодня, друзья, как вы наверняка могли заметить, на азиатской сессии у нас явно доминирует нежелание трейдеров рисковать. Это все отражается на повышенном спросе на защиту. Растет иена, растет франк, растет золото, а фондовые рынки, напротив, снижаются. И опять же, наверное, весьма закономерным является вопрос, с чем это может быть связано. Ведь буквально накануне мы говорили о том, что в плане каких-то геополитических факторов и форс-мажоров все довольно спокойно. США и Китай подписали первую фазу торгового соглашения, сейчас готовятся ко второй фазе. Ближний Восток вроде бы как уже не такая кипучая тема, как раньше, но все равно что-то трейдерам не дает спать спокойно. Друзья, дело в том, что на передовую, вот как мы не ожидали, и я не думал, что мы в принципе в контексте финансовых рынков можем поднять эту тему. Но судя по тому, что сейчас наблюдается, и судя по тому, какие выводы на финансовых рынках делаются, эту тему нужно поднять. Это распространение нового вируса в Китае. Судя по всему, это новая эпидемия, которая постепенно выходит из-под контроля. Уже подтвержден четвертый случай смерти человека, который им заболел. Подтвержден факт того, что распространяется этот вирус воздушно-капельным путем. И важно отметить, что сейчас акцент на это заболевание связан с тем, что в Китае проходит период празднования Лунного Нового Года. Это пик туристический. И есть значительная вероятность того, что, собственно, этот вирус выйдет из-под контроля и получит еще большую географию распространения. Если, скажем, вам эта тема интересна, вы можете поискать в интернете. Вы увидите массу подтверждений того, что это самая настоящая паника. Проверяются буквально люди в самолетах, прям во время нахождения на посадке. Все очень серьезно, друзья. Конечно же, очень важно, чтобы ситуацию все-таки взяли под контроль. Но то, что сейчас в средствах массовой информации, это, конечно же, то, что используется для провокации именно каких-то панических настроений, которые сказываются в распродажах ключевых рисковых инструментов. Мы за развитием событий будем дальше следить, но пока имейте в виду, что не просто так на рынке снова преобладает интерес к защите. Кстати говоря, касательно золота, как и обещал, вчера мы добавили видео об инвестировании в золото, о смысле этого предприятия. Видео, добавленных нам на канал на YouTube в секцию «Пульс рынка». Соответственно, если оно является частью вашего инвестиционного портфеля, либо представляет для вас интерес, потратите 5-6 минут, чтобы ознакомиться с его содержанием. Я думаю, что какая-то информация будет полезна. А может быть, если вы сомневаетесь, стоит ли сейчас инвестировать в золото, я думаю, что какой-то из аргументов, предложенных мной, станет для вас убедительным. Давайте теперь вкратце по основным финансовым инструментам. Бренд у нас 100 ниже 65 долларов за баррель, но расстраиваться особо не нужно, потому что не так и далеко мы ушли. 64,83. Опять же, вы все прекрасно видели открытие новой недели с гэпом. Это движение стало следствием роста напряженности на Ближнем Востоке, но это та тема, о которой мы говорили ранее, то есть это не отношение Ирана и США. Это напряженность иного географического характера в Ливии и, собственно, Ираке. Опять же, из-за деятельности повстанцев было блокировано несколько трубопроводов. Это сказалось на экспорте ливийском. То же самое в отношении Ирака. Там продолжается забастовка на ряде нефинных объектов. И каждый раз, когда на рынке появляются такие новости, разумеется, все они проходят через узкое горлышко вывода о том, что прежде всего пострадает экспорт, прежде всего возникнет какая-то проблема на финансовых рынках. Ну и, разумеется, это скажется на глобальном предложении. Поэтому мы видели рост. Сейчас он, правда, отчасти нивелирован. Но если мы вспомним, опять же, то, что использовали для покупок нефти раньше, от прогресса в торговых переговорах США и Китая до данных по запасам нефти США, станет очевидно, что интерес к нефтянке он по-прежнему преобладает. И можно считать, что откат, текущий с тем фоном, который сложился, это еще одна возможность для тех, кто раньше медлил, все-таки рассмотреть покупки бренда и WTI. Доллар иена 109.97 после локального хая гораздо выше отметки 110. Мы снова скорректировались. Опять же, основная причина – это повышенный спрос на иену. Из-за новостей о новом китайском вирусе, похожем на пневмонию. Об этом мы только что поговорили. В плане каких-то других триггеров сейчас я бы не стал на что-то обращать внимание, потому что по американской статистике у нас отчеты только ближе к концу недели, даже вот самые важные – это активность в сфере услуг, это в пятницу. Поэтому у нас пока что не будет с вами возможности, друзья, на основании новых фундаментальных данных оценить перспективу изменения монетарной политики в США. Поэтому сейчас, торгуя парой доллар-иена, давайте все-таки обратим внимание на сам факт нежелания трейдеров рисковать и что тема с этим вирусом является довольно, скажем, обсуждаемой и резонансной. То есть не будем ее также игнорировать, увидим в ней опасность. И, соответственно, пока что принимая решение об открытии торговых позиций по доллару и иене, друзья, наверное, лучше вообще не торопиться, если у вас длинные позиции. Их нужно держать, потому что, вы помните, наши длинные позиции по доллару и иене, они опирались на такой долгосрочный, долгоиграющий фундамент с потенциалом достижения цели, не в рамках, конечно же, недели. Поэтому сейчас от какой-то дополнительной торговой активности я бы посоветовал воздержаться. Ну а те, кто держит длинные позиции, ну, друзья, нужно их держать. Золото 1566 долларов за тройскую унцию. Повторюсь, что на нашем канале на YouTube доступно видео про перспективы этого инструмента. Цели там в районе 1600, долгосрочный, безусловно. То есть по золоту, как и раньше, я склонен к тому, чтобы этот актив обязательно покупать, потому что у нас на повестке 2020 года в целом будет достаточно геополитических рисков. Евро против доллара 1,1097. Международный валютный фонд накануне понизил прогноз экономического роста еврозоны с 1,4 до 1,3%. Сегодня у нас данные по ЗИУ. 13.00 – это отчет по бизнес-оптимизму. Разумеется, ждем плохие цифры. Плохие цифры в преддверии заседания Европейского Центрального Банка, на котором с большой вероятностью Кристина Лагарта просигнализирует о вероятности дополнительного стимулирования экономики через, опять же, изменение программы QE потенциально в будущем и также коррекцию процентных ставок. Мягкой риторики. Даже просто о планах дальнейших действий будет достаточно, чтобы еще больше притопить евро. Евро нужно снижать. Цель 1,10. Это ближайший ориентир. Фонд против доллара 1,3017. Лоу вчерашнего дня 1,2961. МОДИС снизили прогнозы экономического роста экономики Англии. В частности, они прогнозируют, что в лучшем случае экономика в этом году покажет экономическое восстановление на уровне 1%. Это все последствия Брекзита, а также прогноз, который отожжает вероятность смягчения монетарной политики. Повторюсь, друзья, что мы на неделе на прошлое разбирали данные по темпам экономического роста. Был сфиксирован спад, на основании которого по месячной динамике можно сделать вывод о том, что экономика снижается уже второй квартал подряд. То есть, фактически будет еще первый квартал 2020 года спада и вот самая настоящая рецессия. Поэтому я призываю вас, друзья, сейчас еще раз задуматься вместе со мной о том, будет ли уместным в данный момент снижение процентной ставки на заседании 30 января. Я уверен, что да, сегодня в 11.30 выйдут данные, точнее в 12.30 по рынку труда Англии. Тоже, скорее всего, цифры разочаруют. И если данные подведут, я буду абсолютно уверен, друзья. Наверное, такую субъективную вероятность обозначу 99%, что ставку снизит. И буду призывать вас все-таки рассматривать фонд с точки зрения продаж. Предлагаю сделку с LIMIT с уровня 1.3050. Сейчас повторюсь, курс 1.3017. Доллар канадец 1.3056. Вялая динамика будет продолжаться вплоть до заседания. Канадского регулятора оно состоится уже завтра. Ставка остается в Англии неизменной с октября 2018 года на уровне 1.75%. Ее вряд ли изменят сейчас, потому что нет причин. Нефть на хорошем уровне, да и статистика, в принципе, указывает на то, что канадская экономика довольно неплохо справляется с внешними рисками. Поэтому жду еще большее укрепление канадца и снижение пары ниже доллар канадец, ниже отметки 1.30. И по австралийце, друзья, вы все сами прекрасно видите. Снижение 0.6864, это та динамика, которая нам нужна. Цели в районе 0.65-0.67, они по-прежнему актуальны. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.